Друзья, привет-привет! С вами снова Ирина Грачева, это проект Ирина Грачева Рейсинг и сейчас мы находимся в деревне Минитрансад. Деревня открылась вчера и мы постараемся сделать для вас серию небольших репортажей, видеорепортажей, чтобы рассказать о том, как же здесь все происходит, рассказать о том, какие контрольные процедуры мы проходим, рассказать об оборудовании, которое мы с собой берем и, в общем-то, рассказать о нашей мини-жизни, как оно все происходит здесь. Мы планируем сделать несколько небольших видео, так что следите за нашими новостями и не переключайтесь! Редактор субтитров А.Семкин Мы сейчас находимся в парусной деревне гонки Минитрансад в городе Лиссабль-де-Лонь во Франции и готовимся к одиночной парусной регате через Атлантический океан. У нас здесь собралось 90 лодок, именно столько гонщиков может выйти на старт. Очень много разных национальностей, но, конечно же, французов больше всего, потому что это, в общем-то, их национальное развлечение – гонять через океан в одиночку. А я сама рада очень представлять Россию. На этой дистанции я являюсь единственным участником от России в этом году. Жизнь гоночной деревни кипит, она наполнена всякими разными событиями. Здесь проходит очень много всяких презентаций, дегустаций, мастер-классов. Ну и для гонщиков всякие разные официальные мероприятия, связанные с гонкой. Это security check, это проверка документов навигационных, проверка аптечки, проверка всего снаряжения. Также каждая лодка должна быть в определенной комплектации, некоторые вещи на ней пломбируются. То есть у нас каждый день проходит несколько контролеров, которые нас всех контролируют, извините за тавтологию, и смотрят, чтобы мы были в полной комплектации и в гоночном состоянии. Безопасность, конечно же, очень важна. Безопасность на высоком уровне. Мы берем с собой огромное количество спасательного оборудования. Каждый из нас прошел несколько стейджей, то есть обучение. Это выживание на море в случае аварии, это первая медицинская помощь, это работа с радиостанцией. Кроме того, организуются safety briefing с спасателями, и спасатели нам рассказывают о том, как мы себя должны вести в случае критической ситуации и как они будут нас спасать. Так что чувствуем себя уверенно в плане безопасности. Гонка мини-трансад проходит в два этапа. Первый стартует во Франции и финиширует на Канарских островах. Это примерно 1300 морских миль. И второй этап с Канаров на Карибы, в этот раз это будет Гваделупа, 2700 миль. То есть пересечение Атлантики будет безостановочным. Каждая яхта, понятно, что она придет в какое-то свое время, это будет зависеть от ее ходовых качеств. Моя яхта ПАВ достаточно быстрая. Это прототип, очень сильно заряженный прототип, очень спортивный. И я рассчитываю преодолеть первый этап, в зависимости от ветра, естественно, примерно за 7-9 дней. И второй этап от 14 до 18 дней. В оставшиеся 10 дней перед регатой мы продолжаем работать в полную меру на лодке. Мы сделали в этом году достаточно много модификаций, чтобы она шла еще быстрее. Сейчас мы заканчиваем установку некоторого оборудования. И должны заменить некоторые веревки, которые немножечко за сезон поизносились, чтобы пересечь Атлантику уже в полной боевой готовности и минимизировать количество каких-то небольших нюансов или повреждений, которые в любом случае случатся, потому что океана есть океан. Но мы пытаемся сейчас их минимизировать и работаем, работаем, работаем. Мой режим во время гонки будет очень-очень спортивным и очень аскетичным. В моей лодке фактически не предусмотрено место для сна. Поскольку я иду одна, как и все остальные 90 участников, мы должны все время быть на чеку и все время смотреть вокруг. С точки зрения безопасности в первую очередь, чтобы не столкнуться с кем-то. С точки зрения, собственно, на гонке, во вторую очередь, может быть, и в первую, не знаю, чтобы показывать лучший результат, чтобы иметь все время лучшую скорость, мы должны постоянно настраивать паруса. Ну и, естественно, следить за стратегией. Я буду получать прогноз погоды от организаторов, так же, как и все, один раз в сутки. И уже сама должна буду интерпретировать этот прогноз и каким-то образом свою стратегию разложить и уже по ней идти. И мой режим на борту, это будет сон примерно по 15-20 минут, не больше. Несколько подходов. То есть каждые 15-20 минут я должна проснуться, чтобы проверить ситуацию, чтобы проверить, хорошо ли настроены паруса, чтобы проверить, хорошо ли мы идем по маршруту, нет ли каких-то опасностей. И, собственно, почти все время занимает настройка парусов, работа с парусами. И каждый раз, когда есть возможность отдохнуть, я должна идти отдыхать, либо спать, либо кушать. Вот, с едой на борту все тоже аскетично, с одной стороны, но с другой стороны, я буду кушать стерилизованную пищу. Это уже заготовленное заранее в пакетах производителям, только надо разогнить. И фриз драйд, это, как это по-русски, сублимированные продукты, которые просто нужно залить горячей водой. И у меня просто как будет, как в ресторане, потому что у меня есть на совершенно любой вкус всякие разные блюда от индийской кухни до европейской кухни. Ну и, конечно же, фрукты, овощи. Никакого алкоголя на борту, это запрещено на моей яхте, это не нужно, особенно, когда ты идешь в одиночку, чтобы не мешать своему телу, чтобы не мешать голове работать хорошо. Я стараюсь исключить любые вещества, которые могли бы на меня повлиять. Редактор субтитров А.Семкин